Следующий вопрос. Что делать человеку, если указательный палец его правой руки отсутствует? То есть, например, что? В общем, человек без указательного пальца правой руки. Говорит имам ан-Науи на своем шарше на муслим, а так? Говорит лавиширу би мусаббихатими аль-Юмна ла гаир. То есть, человек должен указывать указательным пальцем правой руки и никаким пальцем иначе. То есть, не должен указывать указательным пальцем левой руки или другими пальцами не указывать. Указывать только указательным пальцем правой кисти руки. Говорит фалюканат махтуа, а если же у человека нет указательного пальца правой руки, а у алиля или указательный палец, например, что? Болеет так, имеется в виду, например, парализованный и так далее. То есть, не можете его поднять. то в этом случае он не должен указывать другими пальцами. То есть, не тем, что осталось от правой руки, точнее, не тем, что осталось, не другими пальцами правой кисти рук и не другими пальцами левой руки. Понятно ли? И некоторые, как, например, хамбалиты и маликиты, сказали, что желательно ему в этом случае указывать указательным пальцем левой руки. То есть, если у человека нет указательного пальца правой руки, некоторые ханболиты и шахрицы сказали, желательно ему указывать чем? Указательным пальцем левой руки. И это мнение является неправильным, нет на него довода. Если у человека нет пальца указательного правой руки, тогда он ничем не указывает, так? Ничем не указывает в сторону карбы. Следующий вопрос.